После фильтров на воду и ремонта окон в Минске пришли мошенники куда серьезнее. На этой неделе предприятие Белтелеком заявило о попытке ремонта их оборудования неизвестными людьми. Зломышленники, представляясь сотрудниками компании, обещали проверить уровень сигнала в оптической розетке. Национальный оператор связи активно внедряет технологии оптоволоконных сетей. И вот неизвестные пробуют навязать некие платные услуги по ремонту или обслуживанию оптоволокна. Еще так называемые специалисты пытались получить доступ к компьютеру, хотя для проверки качества сигнала этого никогда не требовалось. Как быть, если вам позвонили или уже пришли мнимые специалисты? Владимир Королев выслушал историю и убедился, что современные мошенники могут зарабатывать от имени любой организации. Они попросили доступ к оптической розетке и персональному компьютеру. Я спросил, кто вы такие, на что мне сказали, что мы являемся подрядной организацией от Белтелекома. Мы хотим проверить качество сигнала в связи с поступившими жалобами. Неизвестные, которые решили проверить качество связи у этого человека, не найдены до сих пор. Мужчина заявляет, что ему несколько раз звонили домой и настойчиво просили пустить специалистов подрядной организации в квартиру, якобы для проверки оборудования. Житель Минского района не растерялся и позвонил в службу поддержки, где оператор также подтвердил, что по месту жительства связь в порядке и никакой заявки на проверку оптоволокна нет. Я не пустил. У меня живут в доме очень много стариков, пенсионеров. На следующий день мне супруга говорит, где же я видела этого молодого человека, такое знакомое лицо. Оказалось, что полтора года назад приходил к нам проверять окна. И когда он там все проверил, хотел, чтобы моя супруга заплатила ему 60 рублей за эту услугу. То есть схема понятна. В пресс-службе предприятия Белтелеком заявляют, что с прошлой недели в колл-центр поступают подобные звонки от бдительных абонентов. Но наверняка есть те, кто доверился мошенникам. Специалисты компании уверяют, что подобный ремонт может нанести вред оборудованию. Ведь технология оптоволокна куда сложнее, чем старый медный провод. Неосторожный перегиб оптики способен снизить передачу данных или вовсе прервать сигнал. К тому же при работе с лазером нужно специальное оборудование, которого наверняка у мошенников нет. К персональному компьютеру доступ, в общем-то, не обязательно давать вообще. Потому что проверка производится служебным оборудованием. Потому что это все-таки личная информация людей хранится. И никто не вправе требовать его включать. Всегда мы, прежде чем идти к клиенту, согласовываем время, чтобы он дома был. И еще раз повторюсь, мы все имеем при себе документы установленного образца. В подобных случаях специалисты предприятия «Белсиликом» рекомендуют напрямую звонить в службу технической поддержки провайдера. В данном случае это 123. И уточнять, у оператора ведутся ли на участке ремонтные работы или модернизация сети. А если сотрудник пришел к вам домой, вы вправе попросить предъявить его удостоверение или позвонить провайдеру и уточнить его данные. Еще на этой неделе «Белэнерго» заявила о подобной афере. Неизвестные, представляясь работниками ЖЭСа или электриками, предлагали заменить проводку, розетку или автомат. А ведь в нашем доме есть еще сантехника, телевидение, газовое оборудование. Как не попасться на удочку мошенников? Об этом не только расскажем уже в пятницу в итоговой программе «Зона Икс». Владимир Королев, Александр Шестакович, «Зона Икс».